Всем доброго дня, это Гелиосар и География просто. Учебник под редакцией Климановой 5-6 классы. 24 параграф. Мировой океан и его части. Вы уже знаете, что такое мировой океан, занимающий большую часть поверхности нашей планеты и гидросферы. Мировой океан окружает шесть материков или континентов. Суша и океан взаимодействуют друг с другом. Для географа границей континента является его береговая линия. Крупные части мирового океана обычно называют морями. Но Каспийское, Аральское или Мертвое море не имеют связи с мировым океаном. Точно так же, как и крупные водохранилища, которые тоже из-за размеров иногда называют Московское море, Братское море, Тбилисское море, Ташкентское море. Очень по-разному. Все эти названия моря отражают размеры, большие размеры этих водохранилищ. Если море почти со всех сторон окружено сушей, то его называют внутренним. Море, которое широко открыто в океан, называют окраинным. Границы окраинных морей очень часто проходят по различным островам. Кроме морей в океане бывают и заливы. Так называются участки моря или океана, вдающиеся в сушу. На карте мира много заливов огромной площади, которые правильнее было бы назвать целыми морями. Например, Гудзонов, Бенгальский, Мексиканский. И давайте посмотрим, собственно говоря, на карту и посмотрим на эти самые заливы. Ну вот, например, вот как вам, например, Бискайский залив. Смотрите на размеры этого огромнейшего залива. Вот он, Бискайский залив. Граничит с Францией и Испанией. Да он размером чуть ли не как Черное море. А ведь Черное море это большое море. То есть этот Бискайский залив размером с полноценное море. Но это вот всего лишь залив. Такой вот интересный момент. А вот, например, перейдем в США и давайте посмотрим на этот Мексиканский залив. Да он вообще размером больше, чем Черное море. То есть он огромнейший. Тем не менее, это залив. И вот поэтому такое вот название. Многие заливы имеют свои названия. Например, Фьорд или Лиман. И здесь опять-таки дается задание, дополнительные источники информации, что такое бухта, Лиман, Губа, Фьорд. Что такое бухта? Бухта. Опять-таки это проще показать на карте. Это место, которое отделено. То есть, по сути, бухта, Лиман, Губа и Фьорд это все заливы. Но если посмотреть в общем объеме, то можно увидеть, что залив, он не обязательно отделен от моря, чем бы то ни было. А бухта отличается тем, что она как бы отделена сушей от моря и защищена от штормов. Бухта, она защищена от штормов. Вот посмотрите, например, Севастопольская бухта. Она очень так хорошо вдаётся в сушу и она защищена от штормов. Видите? У неё хорошая защита от штормов. То есть корабли здесь могут спрятаться. И мало того, бухта, она ещё и глубокая. То есть в бухту могут заходить достаточно большие корабли. Тот же, например, тот же Севастопольский залив, это великолепнейший залив по глубине. Туда могут заходить корабли практически любого абсолютно размера. И это, конечно, делает этот Севастопольский залив очень и очень удобным. То есть бухта – это залив, который отделён от основной части моря какой-либо преградой, благодаря чему защищён от штормов. Далее у нас идёт название Лиман. Лиман проще показать, чем про него много рассказывать. Посмотрите, вот они лиманы. Вот, например, то есть Кизилташский лиман, вот ещё лиман, лиман Цакур. Их много. Лиманы – это такие заливы, они очень мелководные. И они отделены естественной, вот такой вот естественной границей от основной части моря. Эта граница, она состоит из грязи, глины, ила, песка, которые образуются под действием природных сил между морем и тем самым заливом. Обычно, кстати, в случае штормов, волны спокойно перехлёстывают через эту самую границу, заливают лиманы. Но всё равно, вот эти самые лиманы, они остаются. То есть это такие заливы, которые вот, они очень мелководные и отделены от основной части, вот такой вот, чем-то вроде такого заборчика из грязи, можно его вот так сказать. То есть вот, что такое лиман. Лиман очень мелководный, это надо знать. Далее у нас идёт фьорд. Фьорд – это залив, который свойственен горным районам. Фьордов очень много в Норвегии. Посмотрите, Норвегия, она очень горестая. И посмотрите, даже здесь на карте видно, посмотрите, огромное количество глубоких, очень глубоких заливов, которые уходят глубоко в землю. И они ещё и очень глубоководные. Фьорды – это заливы с очень большой глубиной. Там глубина до километра может доходить. Причём фьорды, они всегда находятся где-то на горном побережье. На обычном равнинном побережье фьордов не бывает. Фьорды – это именно горные заливы. Они очень красивые, но у них есть проблема. Да, они глубоководные, да, они глубоко вдаются в сушу. Но у них очень обрывистые берега. Построить хороший порт где-то во фьордах очень сложно. Поэтому, да, фьорды красивые, но использовать их в полном объёме достаточно сложно. Такая вот у них особенность. И последнее – это губа. И здесь можно, опять-таки, нужно показывать. Посмотрите, самая известная губа – это Обская губа. Это залив, который очень глубоко вдаётся, опять-таки, вглубь континента. И он образован, как бы, идёт вдоль реки. Посмотрите, вот она, река Обь. Вот она идёт вместе с Артышом. И вот она впадает. И дальше, обратите внимание, вроде бы это залив, но это залив, который образован на месте, где текла река. И вот он уходит обратно туда, глубоко в море. Такие вот заливы типа губа, их довольно-таки много. Правда, не все из них настолько длительные. Вот если мы даже замерим расстояние этого самого приблизительного, этой Обской губы, то получится здесь 850 километров. Совершенно огромнейшая длина у этого огромнейшего залива. И вот такие вот они. Они не слишком глубоководные, но при этом вдаются действительно очень глубоко в территорию материка, острова, ну или как уж там бывает. Так, и поехали дальше. Материки и острова разделяются полосками водного пространства, проливами, которые соединяют между собой различные океаны и моря. Самый длинный пролив на земле – Мозамбикский. Его длина – 1760 километров. Самый широкий пролив – пролив Дрейка. И опять-таки смотрим на карту, как велит нам задание. Мозамбикский пролив. Он находится между государством Мозамбик в Африке и островом Мадагаскар. Вот он, Мозамбикский пролив. То есть он достаточно такой широкий и действительно очень длинный, потому что вот такая вот большая у него длина у этого Мозамбикского пролива между государством Мозамбик и островом Мадагаскар. Далее идет пролив Дрейка, самый широкий. Вот он, собственно говоря, пролив Дрейка. Он отделяет острова и полуостров в Антарктиде от острова Огненная Земля в Южной Америке. Вот он, пролив Дрейка. Это самый широкий пролив на земле. Так, и далее идем. Проливы бывают и рукотворными. Есть Панамский канал, есть Суэцкий канал, есть Кильский канал, есть еще некоторые каналы, которые также позволяют сократить проход судов кораблей торговых из одного моря в другое и обеспечивают связь двух морей или даже двух океанов между собой. Например, Панамский канал, он, соответственно, соединяет между собой, по сути, Атлантический океан и Тихий океан. Он находится вот здесь, вот в Панаме. То есть, по сути, он соединяет Тихий океан с Карибским морем и, соответственно, Атлантическим океаном. Потом есть Суэцкий канал. Он вот здесь, вот в Египте. Вот он маленький. И он соединяет Средиземное море с Красным морем. Вот он. Есть еще Кильский канал. Он идет в обход Дании и соединяет Северное море с Балтийским морем. Этот канал был построен в свое время Германии для военных целей еще до Первой мировой войны. Но и сейчас им очень активно продолжают пользоваться именно для торговых путей. Пусть и немного, но он все-таки позволяет сократить время в пути, а время, как известно, крайне важное для доставки грузов. Что ж, и смотрим на вот эту карту и опять-таки отвечаем на задание. Найдите на карте моря. Какие из них окраинные, какие внутренние. Так, что ж, ищем моря. Каспийское море, Аральское море, Черное море, Азовское море, Средиземное море. Потом здесь есть еще Адриатическое море. Потом Гибралтарский пролив, пролив Ла-Манш, Бискайский залив, Норвежское море, Северное море, Балтийское море и Белое море, которое здесь не обозначено. Плюс, а также есть Атлантический океан, пролив Ла-Манш. И, значит, отвечаем на следующее задание. Так, какие окраины и какие внутренние. Аральское море, Каспийское море, Черное море, Азовское море, Балтийское море, это, а, и Средиземное море вместе с Адриатическим морем, которое вот здесь вот, это внутренние моря. Соответственно, Норвежское море, оно и Северное море, это окраинное, и, кстати, еще и Белое море, да. То есть, Северное, Норвежское и Белое море, это окраинные моря. Сравните Северное и Балтийское море. Чем они отличаются друг от друга? Ну, вот, посмотрите, Балтийское море находится внутри материка, а Северное море, оно совершенно такое открытое, и находится, можно сказать, так, между Британией и Скандинавией, но имеет широкую такую связь с Атлантическим морем и Норвежским морем. Поэтому оно и является окраинным морем. Чем они похожи? Ну, тем, что они северные и находятся в Европе. Почему Балтийское море внутреннее, северное окраинное? Потому что Балтийское море легко перекрыть через Данию, здесь действительно совсем узенький проход такой, а Северное море, посмотрите, какое здесь большое расстояние, его никак нельзя перекрыть. Найдите на карте проливы, какие части Мирового океана они соединяют. На карте указано два пролива. Это Гибралтарский пролив, который соединяет Атлантический океан и Средиземное море, и пролив Ла-Манш, который соединяет Северное море и Атлантический океан. Но у Северного моря есть и прямая связь с Норвежским морем, такая широкая и прямая. Пролив Ла-Манш, он скорее разделяет Британские острова и материк Евразия. Какой залив показан на карте? Частью какого океана он является? Показан, вот он, Бискайский залив, и он является частью Атлантического океана. Так, фьорды характерны для западного побережья Скандинавского полуострова. Назовите их на этой карте и на карте в Атласе. Но фьорды в основном расположены на Скандинавском полуострове в Норвегии. Вот здесь вот огромное количество фьордов. Плюс они есть в Исландии, есть на Шпицбергене, вы не поверите, есть даже в Испании, потому что это тоже достаточно горестая территория. Вот так вот. Так, береговую линию Европы называют изрезанной. Что это значит? А, так, стоп, шестой. Назовите острова и полуострова, подписанные на рисунке. Ну, например, подписан полуостров Малая Азия. Это полуостров, на котором расположена Турция. Есть Апининский полуостров, это остров, на котором расположена Италия. Есть Пиренейский полуостров, это полуостров, на котором расположены Испания и Португалия. Есть Кольский полуостров, он входит в состав Российской Федерации, там расположен город Мурманск. Плюс есть Скандинавский полуостров, на котором расположены Швеция, Норвегия и частично Финляндия. Потом идут острова. К ним относятся остров Финляндия, остров Исландия, извиняюсь, вот он. Остров Ирландия, вот он. Остров Великобритания, вот он. Архипелаг Шпицберген, то есть архипелаги – это несколько островов близко друг от друга. То есть острова архипелага Шпицберген, вот они, собственно говоря. Потом Крымский полуостров, Балканский полуостров, кстати. Тоже вот они. Потом идут острова Корсика, Сардиния, Сицилия, Крит. Вот какие острова здесь указаны. Береговую линию Европы называют изрезанной. Что это значит? Важно ли это для людей, населяющих территорию Европы? Конечно же. Изрезанная береговая линия означает, что здесь очень много различных полуостровов, каких-то бухт, каких-то заливов. То есть много мест, где можно располагать удобные города и так далее. Так что да, это очень даже удобно для жителей Европы. И это влияет на их жизнь. Суши и мировой океан образуют местами спрямленную, местами извилистую береговую линию. Океан проникает во внутренние районы суши своими морями и заливами. Моря бывают внутренние и окраинные. Многие заливы имеют свои названия. Фьорд, Лиман, Бухта. Проливы объединяют океаны и моря в единый мировой океан. Растет число рукотворных проливов, каналов. Каналы, разделяющие материки, позволяют сократить путь морских судов из одного океана в другой. Ключевые слова и выражения. Береговая линия, внутреннее море, окраинное море, залив, фьорд, лиман, пролив. Стоит напомнить, что фьорд и лиман это все специфические названия залива. Причем фьорды, лиманы, они все имеют свои отличия, а залив это общее название. Перечислите части мирового океана. Моря, заливы, проливы, океаны. Чем отличаются и чем похожи проливы и каналы? Проливы это естественные природные места, которые соединяют океаны. А каналы построены руками человека, они искусственные. Приведите примеры проливов и каналов. Ну, пролив Босфор и Дарданео, например, соединяют Черное море и Средиземное море. Гибралтарский пролив соединяет между собой Средиземное море и Атлантический океан. А, например, каналы. Их самых известных, по сути, три. Суэцкий канал соединяет Средиземное море и Красное море и позволяет кораблям идти в Индийский океан, не обходя Африку. Потом это, разумеется, Панамский канал, который соединяет Тихий океан и Атлантический океан, благодаря чему кораблям не нужно идти в обход Южной Америки. И Кильский канал, он находится в Европе, на территории Германии. И он соединяет Северное море и Балтийское море, позволяет кораблям сократить немного путь, не идя в обход Дании. Такой вот момент. Так, найдите на карте заливы, о которых идет речь в параграфе. Ну, я, помнится, их в большем объеме показал. Чем заливы могут отличаться от морей? Заливы... тем, что у заливов бывают очень разные названия. И заливы бывают и очень маленькими, и очень большими. Моря, они, как правило, действительно все достаточно большие. Если будет что-то маленькое, его скорее назовут заливом. А вот если это большое, то это может быть и залив, и море. И чаще всего это будет именно море.